А в студии Радио Балтик Плюс Леонид Сергеевич Шибаев, глава администрации Пионерского городского округа. Добрый день. Добрый день, Владимир. С некоторых пор Пионерский буквально в лидеры вырывается среди муниципалитетов в Калининградской области, где есть море, где есть туристы. А как вообще оцениваете начало туристического сезона и купального сезона в Пионерском? Ну, прежде всего, хотелось бы поблагодарить за возможность сегодня о Пионерском поговорить. Добрый день всем тем, кто нас слышит, и жителям Пионерского городского округа, и всей Калининградской области, и людям за ее пределами. Ну, что касается сезона, то открылся он у нас штатно. Вовремя были получены все необходимые документы, касающиеся безопасности, в том числе санитарной безопасности, физической безопасности. Установлены традиционно у нас два спасательных поста, набран штат спасателей, размещена необходимая инфраструктура для пляжного отдыха. В общем, штатным образом мы в этом году открылись. Безусловно, нами была продолжена работа по техническому наполнению пляжа элементами инфраструктуры пляжной. Это и лежаки, и наши места для переодевания. Единственное, немножко у нас там подрядчик не успел, поэтому мы часть пока старого оборудования выставили. В ближайшее время перенесем это оборудование далее на территорию, сопряженную с нашим променадом, и установим новые пляжные кабинки, расширим зону возможных пешеходных прогулок на территории пляжа, ну то есть на стил, да, обновим и увеличим его количество. Вот, в том числе по результатам торгов у нас образовалась некоторая экономия, и мы хотели за счет нее закупить, значит, душевые принадлежности для того, чтобы можно было, выйдя из моря, сполоснуть ноги, да, от песка. Вот, что касается в целом пляжа, то в этом году у нас продолжена работа по его наполнению и местами общепита, и хочу отдельное спасибо сказать нашим предпринимателям, которые в этом году активно включились в работу по формированию адаптивного пляжа, пляжа для маломобильных, которые у нас исторически находятся на сопряжении порта в районе Восточного Мола. Вот буквально вчера мы открыли новый спуск, новый настил для маломобильных, с тем, чтобы люди данной категории имели возможность отдыхать уже фактически, ну прям совсем рядом-рядом с морем, там буквально в 10 метрах, соответственно, принимать солнечные ванны и иметь доступ к воде. Вот, в текущем сезоне мы, опять же, сделали упор на развитие парусного спорта. В прошлом году у нас активно заработало отделение нашей парусной школы, нашей школы, муниципальной школы Олимпийского резерва. Кстати говоря, мы тоже по результатам деятельности нескольких лет получили данные звания. Данные звания получили на период 6 лет, то есть это самая высокая оценка, которая могла бы быть дана деятельности муниципальной спортивной школы. Вот. Ну и что касается той инфраструктуры, которую мы специально в этом году увеличили на территории пляжа, это расширение настилов и всяческих приспособлений для того, чтобы можно было плавсредство непосредственно вблизи территории пляжа размещать, оснащать, разворачивать паруса. Ребятам, чтобы было удобно всем этим пользоваться, подготавливать свои яхты маленькие оптимисты с тем, чтобы потом бороздить просторы нашего моря. Очень красивая картинка. Всех приглашаю, рекомендую на это посмотреть. Завораживающее следующее. А сегодня уже до резиденции можно пройти пешком по пляжу, либо по променаду? Беспрепятственно. Вы знаете, мы сегодня можем пройти от порта до речки Чистой. В ближайшее время установим опять импровизированный мост, как мы это делаем каждый год. И каждый год мы пытаемся замкнуть территорию променада с территорию, скажем так, припортового отдыха. Я думаю, что в ближайшее время будет у нас достаточное количество настилов для того, чтобы все это организовать. Работаем над этим. Сам променад доступен для того, чтобы по нему ходить? Сам променад, безусловно, доступен, подготовлен. Так что приглашаем. Когда люди приезжают на отдых в чужой город, который любят и знают, тем не менее, не все идет по правилам иногда. Что можно сказать сегодня про работу эвакуатора? Можно ли оставлять машины там, где их оставлять нельзя? Давайте так, вопрос на две части разделим. Значит, машины там, где парковать нельзя, парковать нельзя. Это понятно. Но если очень хочется, то можно. Обычно на это указываем, работаем. Спасибо огромное ГИБДД. Оперативно реагируют. Понятно, что это не всегда просто. И в те дни, когда у нас светит солнышко и большое количество туристов, это трудоемкая работа. И по выявлению нарушителей, да, потому что машина стоит, а человек на пляж пошел. Вот, и, значит, по самой административной работе. Вот, но, тем не менее, вы знаете, те люди, которые сейчас на пляже работают, сами делают замечания. То есть, это, кстати, не только эвакуация касается. Это касается и, в принципе, чистоты и порядка на пляже. То есть, вот, наверное, если взять ситуацию года три назад, огромное количество мусора, оставление там различных пакетов и результатов жизнедеятельности на пляже, и потом служба заказчика до ночи все это убирает. Сейчас, вы знаете, я как-то смотрю, что люди с большим пониманием стали относиться. Понятно, что работы у заказчика хватает. Понятно, что все это сложно. Много времени занимает, но, тем не менее, я хочу сказать, что те туристы, которые к нам приезжают, не первый год ведут себя культурно, прониклись духом города, духом отдыха в нашем городе, ценят то, что создается, и именно поэтому каждый год приезжают. — Вы как раз-таки заговорили про чистоту на пляже. В прошедшие выходные был в одном из муниципалитетов региона, честно говоря, удивился грязи на пляже. Прямо было не очень приятно. Не скажу, в каком муниципалитете это было, но, тем не менее, что можно сказать о чистоте сегодня в Пионерском? — Приглашаем воочию убедиться. — От кого вообще зависит чистота на пляже? — Ну, вы знаете... — Кроме того, как от отдыхающих. Это совокупная работа и взаимодействие той структуры, которая обеспечивает чистоту и порядок на пляже, плюс это отношение отдыхающих. Вот, насколько я понимаю, что... Повторюсь, да, что те люди, которые к нам приезжают, понимают, каким образом вся эта уборка устроена, понимают, куда после того, как отдохнули, нужно мусор отнести с тем, что он был централизованно вывезен. Вот, и я считаю, что вот очень хорошего уровня по этому поводу мы добились, поэтому служба заказчика у нас молодец, им огромное спасибо, потому что чистота — это их прерогатива, но, тем не менее, огромное спасибо жителям, приезжим, которые выбирают наш пляж, наш муниципалитет, потому что они ведут себя подобающе. Вы знаете, очень интересно, в Зеленоградске российские госты, в Янтарном зарубежный голубой флаг, а будет что-то подобное в Пионерском когда-нибудь? Неужели работа над этим никак не ведется? Вы знаете, мы бы хотели поступить следующим образом. Мы бы хотели завершить наполнение той инфраструктуры, которая у нас сейчас уже есть, ввести в действие все станции, работа которых сопряжена с развитием парусного спорта, завершить то благоустройство, которое мы начали, на сопряжение дорог города и пляжа. И, имея законченную картинку, имея все эти основания, конечно, после этого заявиться. Заранее заявляться не хотелось бы, потому что, ну, если мы будем по формальным признакам подходить, да, там количество спасателей, количество туалетов, количество мусора, количество там съездов, доступности и так далее. Думаешь, по формальному признаку мы можем сделать это сейчас, но хочется, чтобы содержание, не только формально, соответствовало тому флагу, да, или тому уровню, на который мы бы заявились. Я как журналист понимаю, что я у вас не могу спросить про сроки, да, в которые вы располагаете, так сказать, все это сделать. Но в нынешнем, в нашей с вами современности что-то загадывать, ну, это нужно быть очень смелым человеком. Тем не менее, спрошу, загадываем какое-то конкретное время для этого? Ну, я думаю, что мы хотели бы за этот сезон завершить все условно-глобальное, да, это все равно все некапитальные конструкции, это все равно все настилы, это лежаки, малые архитектурные формы, и к концу сезона подойти уже к такому результату, при котором мы понимаем, что на следующий год можем подаваться, будем ориентироваться на это. Понятно, что загадывать сложно, но цель себе такую ставим. Леонид Шибаев, глава администрации Пионерского городского округа, сегодня в студии Радио Балтик Плюс. Всем известно, как часть калининградцев относятся к тем, кто приезжает в наш регион отдыхать. Это москвичи, жители северной столицы и так далее. А вот как жители Пионерского относятся к туристам, по вашим наблюдениям? Ну, вы знаете, сложный вопрос, потому что однозначного ответа на него нет. Если вдруг в городе происходят какие-то изменения, которые затрагивают всех жителей, и самое главное основание для негатива, это до этого же так было, нас все устраивало, зачем что-то менять, то, конечно, туристов будут в этом обвинять, поскольку, как считают местные жители, именно турист. Причина всех этих изменений. С другой стороны, туристы создают поток. Поток капитала, поток капитала создает рабочие места, в том числе и для наших пионерчан. Поток капитала создает привлечение внимания, привлечение внимания, в свою очередь, позитивно влияет на развитие всего того, что можно на территории развить, да, потому что прежде чем к чему-то приступать, нужно подумать, для кого это и кому это будет нужно. Но при всем при этом, та инфраструктура, которая создается, те изменения, которые происходят на территории, так или иначе все равно достаются жителям. И поэтому, уважаемые жители, понимаю ваше неоднозначное отношение к туристам. Опять же хочу сказать, что приоритет туристам мы не отдаем. Мы отдаем приоритет, естественно, местным жителям, потому что туристы там находятся пока 3-4 месяца в году, в зависимости от погоды. Естественно, у нас есть планы сделать из пионерского города круглогодичного пребывания, но это, естественно, не за этот сезон, да, это большая работа, длинная и там совершенно с другим объемом инвестиций сопряженная. Но при всем при этом, те изменения, которые мы предлагаем, в первую очередь направлены на то, чтобы вам, в том числе и в туристический сезон, было удобно. Развитие любого муниципалитета – это стройка, как бы кто к этому не относился. Сейчас темпы строительства в Калининградской области заметно сократились. А что происходит именно в приморских муниципалитетах, в частности, в Пионерском? Ну, опять же, что касается жилищного строительства, то оно идет, но при всем при этом жилищное строительство у нас сосредоточено на центральной части города, это места на въезде в город, это южная часть города. То есть жилищное строительство у нас не затрагивает прибрежных территорий, которые могли бы быть использованы жителями, приезжими для того, чтобы отдохнуть. И в нашем понимании, опять же, при поддержке области, вот как раз таки с целью того, чтобы подумать над развитием западной части города, так называемый поселок Рыбное, областью был проведен конкурс по разработке концепции западной части. В конкурсе приняли участие порядка 92 рабочих коллективов, с которых порядка 20 подали итоговые материалы, которые соответствовали условиям конкурса. И примерно полтора месяца назад были определены три лучшие концепции развития, да, визуала и функционального наполнения этой территории, плюс были отобраны еще парочка проектов, которые тоже имеют свою перспективу. В дальнейшем, естественно, мы рассчитываем на то, что данные концепции будут реализованы, и с этой целью была предварительно проведена большая работа, в том числе и перевод прибрежной части, западной части города в общественно-деловую зону с тем, чтобы ни при каких обстоятельствах там не появилось жилья и какой-то быстрой стойки коммерческой, да, которая, ну, то есть, как рассуждая застройщик, построил дом, продал, построил следующий, построил дом, продал, построил следующий, да, именно этим привлекать на жилищное строительство. На той территории этого не нужно. Та территория должна удовлетворять трем основным критериям. Критерий первый. Это должно быть место, которое будет любимо жителями, посещаемо, будет создавать большой спектр услуг, в том числе и развлекательной направленности для жителей. Второе. Это должно быть место привлечения для всех тех, кто желает к нам приехать. И третье, которое за счет первого и второго формируется, это должна быть постоянная точка дохода для муниципалитета. Поскольку муниципалитет у нас небольшой, ресурсов каких-то имущественных не так много, и мы прекрасно понимаем, что они конечные, наша цель создать за счет этой территории постоянный доход, красивый, привлекательный и востребованный. Вот именно примерно это я и хотел у вас спросить. Что касается все-таки темпов строительства, в нашу с вами современность на сегодняшний день, можем ли мы сказать, что вот эта вот точка соединения двух агломераций, Светлогорска и Пионерского, чуть-чуть будет отдаляться от нас? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что темпы строительства сильно замедлились, и Светлогорск с Пионерским идут навстречу друг к другу. Плюс здесь, наверное, правильно будет сказать о том проекте, который разработала Балберегозащита, и это проект двух променадов, реконструкция того, который у нас уже имеется, который соединяется у нас с резиденцией, с променадом резиденции. И этот променад у нас в конечном счете придет в торец той стоянки, которая расположена по улице Портовой. Вот специально таким образом было принято решение с тем, чтобы не сокращать основной пляж, который, изюминка наша, очень востребован, и мы очень им гордимся и дорожим, будем всячески его охранять. Вот, и второго проекта, значит, это проект, который идет от Светлогорска в направлении Пионерского и приходит в основание Северного Мола. Вот, то есть так или иначе Светлогорск с Пионерским навстречу друг к другу идут. К этому можно добавить и строительство трех дорог. Одна через улицу Хуторскую, другая улица Рабочая на соединении со Светлогорском на улице Ольховой, и новая дорога, которая у нас идет от груза пассажирского терминала в сторону поселка Зори и выходит на Балтийское кольцо. Я знаю, что все мои коллеги тоже ждут в очередной раз какие-то сроки, когда все-таки этот променад соединит два города. Вы знаете, я могу сказать следующее, что сейчас променад находится, проект променада находится в экспертизе. Как только выйдет с экспертизы, то начнется работа со стороны Балберга защиты по оформлению заявки и подачи этого променада на финансирование. Вот после этого, после включения профпрограмму, можно будет эти сроки озвучить. Если сравнивать развитие приморских муниципалитетов и тех, которые находятся на востоке области, правда ли, что как раз таки из-за того, что в них есть море, они развиваются намного быстрее? Или все-таки дело в голове? Провокационный вопрос. А у нас других практически не задают. Хорошо, постараюсь ответить. Значит, мне кажется, что сложности есть и там, и там. И там, и там. Есть одна общая проблема, это трудовые ресурсы, это привлечение специалистов, в том числе и в те отрасли, которые вновь создаются. Для пионерского, например, это гостиничный бизнес, это сфера услуг, и сфера общепита. Потому что уровень должен быть соответствующий, если мы рассчитываем на то, что будем все больше и больше людей привлекать. Это задача на то, чтобы культуру сервиса поднимать. Довольно сложно, поскольку изначально пионерский это город, который жил портом. И после того, как порт перестал нести свою основную градообразующую функцию, порядка там 6 тысяч человек перепрофилировались. И доступность транспортная с Калининградом очень сильно влияет на трудовой отток пионерчан из пионерского. То есть они живут в пионерском, 40 минут на дорогу потратил, на электричку сел, ты уже в Калининграде на работе. Потом сел на нее, приехал и пошел на море. Ты вроде бы в пионерском живешь, но работаешь в Калининграде, например. Понимаю, что у коллег с Востока тоже история. И мне кажется, что привлечение людей на эти территории требует больших усилий, потому что нужно что-то, чтобы люди туда поехали, чтобы захотели остаться, захотели жить, развивать, увидели перспективу. И, естественно, мне кажется, что огромное слово благодарности нужно выражать тем главам, которые на Востоке работают, потому что это нелегкая задача. Нелегкая задача доказать людям, что муниципалитет может быть привлекательным, может быть комфортным для жизни, может быть не только производственной или сельскохозяйственной периферии, а с тем, чтобы приехал туда, в поле, и уехал обратно в Калининград, и все развитие сводится к тому, чтобы только транспортную доступность организовать. Нет, да, это должна быть полноценная территория, совсем-всем-всем себя включающая. При этом, что касается приморских городов, у нас еще такая проблема есть, которая, наверное, в меньшей степени касается Востока. В силу привлекательности море, да, море — наш козырь, но при этом море — это внимание со стороны инвесторов. Иногда может быть излишнее, потому что все прекрасно понимают, что если построить, назовем так, многоэтажку возле моря, то квартиры будут проданы, а, например, на Западе — нет. И здесь самый главный вопрос, как создать то, что нужно городу, то, что нужно жителям, и тот ресурс конечный использовать во благо, а территорию не испортить. А давайте не будем строить многоэтажки прямо возле моря, где-нибудь подальше. Так точно, в этом и задача, да. И я уже об этом сегодня говорил, о том, что жилищные строительства у нас сосредоточены только на подъезде к городу или в... даже не центральной, а в южной его части. Глава пионерского городского округа Леонид Шибаев сегодня был в студии радио «Балтик Блюз». Хорошего вам туристического сезона, хорошего лета и обязательно увидимся у вас на пляже. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. И вам спасибо, что слушали. До новых встреч. До новых встреч.